Вот смотрите, что творится. Это вот неделю назад, в понедельник прошлый, был песок здесь. Жители дачного посёлка Доржи под Лидой бьют тревогу. Разгор лета, а в реке не то что купаться нельзя. Даже подходить к ней опасно. Стоит неприятный запах, а сама вода вся чёрная. Местные говорят, рыбы почти не осталось. И так уже неделю. В один момент люди лишились места отдыха, где больше 40 лет спасались от жары и куда ходили рыбачить. Наши дачники детей своих не пускали, естественно, следили за тем. Потому что до кречки вообще невозможно было просто подойти, потому что зловоние шло и очень жирная вода. Купаться нельзя. И даже, наверное, опасно. Потому что даже животные не лезут в воду. Да и до сих пор никого нет. Хоть бы на заборе написали что-нибудь. Не лезьте, не пейте, не купайтесь. Ну, в общем, с водой это шутки плохие. Погибшую рыбу из детвы уже убрали. Дачники поначалу согласились с тем, что, возможно, и вправду в жару ей не хватило кислорода. Река ведь извилистая, мелкая, течёт через торфяники. Сейчас же уверены, живность просто первой попала под удар. Ведь с водой до сих пор явно что-то не то. Вода вдруг в одночасье помутнела. В прошлом году жара была, вы помните, наверное. Тем не менее, вода была прозрачная. Дети с удовольствием купались. Что же это на самом деле? Мы, например, не верим в то, что это природные катаклизмы. В сливе нечистот местные уже заподозрили предприятия Лиды. А их в округе много. Самые активные даже нашли возможный источник. Трубу, откуда течёт грязь. Говорят, таких здесь несколько. Кто же мутит воду? Сейчас главная тема разговоров в посёлке. Детей и животных к воде не подпускают. Все ждут вердикта экологов. Качество воды проверили по 15 основным показателям. И подтвердили превышение норм. Это такие показатели, как взвешенные вещества. Вот из чем и объясняется повышенная мутность воды. Их содержание в пять раз превышало установленные нормативы. Есть превышение по показателю ХПК. Азот общий, фосфор общий. В районе двух раз. Всё это, конечно, говорит о том, что качество воды, которая выходила с очистных сооружений Лидского ЖКХ, неудовлетворительное. Предварительно говорят и о причине. Мол, в аномальную жару микроорганизмы, которые очищают стоки, просто не справились. Произошёл неконтролируемый выброс в реку. А детва с местами стоячей водой не успела очиститься. В отношении Лидских коммунальщиков уже ведётся административный процесс. Но на предприятии от этих выводов в шоке. Говорят, да, оборудование старенькое, 70-х годов, но работает исправно. То, что там говорится про реку, там есть свои другие факторы. Есть и трофеяное дно, и цветущие водоросли, которые снижают свободный кислород в реке. А с очистных сооружений одна выходила в соответствии с предельно допустимыми концентрациями. В следующем году очистное оборудование на предприятии заменят. Пока же проверки, а возможно и штрафы, как за загрязнение воды, так и за гибель рыбы. В ближайшее время проведут и ревизию всех труп источных каналов района. Река за неделю-другую очистится сама. Владельцы же дач обеспокоены не на шутку. И готовы бороться за чистый отдых на природе до конца. А экологи тактично предупреждают. Такие ситуации могут повториться. Климат в стране изменился. Аномальные температуры скоро станут нормой. А значит, пора учиться работать в новых условиях. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродненская область.